Как строится мой день? Дело в том, что я очень трепетно и четко отношусь к привычкам. Я считаю, что 90% времени человек живет на основе привычек. В чем прелесть привычки? Когда у тебя сформирована привычка, тебе не надо применять силу воли. А я человек абсолютно неволевой. Внутри я знаю, что я лентяй, склонный к полноте и страшный хвосток. Только начинаю замечать в себе ростки, я начинаю бешено с этим бороться. Чтобы не применять силу воли, надо же как-то компенсировать. Я делаю привычки, поэтому весь день у меня есть профиль дня, у меня есть профиль недели, у меня есть профиль года. Вот возьмем год, например. У меня сразу забиты дни, когда я езжу в экспедиции. В каком сезоне? Весна, осень, лето? В какие экспедиции? Куда я путешествую? Обязательно забиваю. Летом что делаю? Где какие проекты запускаю? Когда? Примерно такой профиль. Если возьмем неделю, например. У меня, например, сейчас стоит план. Каждый понедельник, четверг я хожу в парке, отвечаю на вопросы бизнесменов. 2 часа 45 минут, в 6.30 утра хожу, отвечаю на все вопросы. 2 часа 45 минут, отвечаю на вопросы любых людей с улицы. Я так и так каждый день в 5.30 стою. С 6.30 до 8.45 я хожу либо бегаю. Сегодня вот 6 километров в гору бегал, 6 километров ходил. Это делаю каждый день, без исключений. Без выхода. 365 дней в год? 365 дней в год. Каждое утро? Каждое утро. Я во все дни работаю одинаково. Это кайдзен. Равномерное распределение нагрузки. У меня профиль дня примерно так. С 5.30 до 10.30 это время мое личное. В это время я занимаюсь только своим телом и совершенствованием себя плюс эффективностью своей работы. Это 2 часа 45 минут спорт, потом завтрак. После этого я сажусь, у меня кайдзен час. В этот кайдзен час я размышляю только над тем, как увеличить свою эффективность. Что оптимизировать, что придумать. В этот час я могу читать книги про эффективность. Дальше в 10 с 10 до часу дня, когда мыслительная энергия на максимуме, я занимаюсь бизнес-вопросами. В это время бизнес-встречи, отчеты. Дальше с часу до 2 обед. Я в последний месяц живу так, что я кушаю всего 2 раза в день и голодаю 6 на 18. В 18 голодаю, 6 ем. Ну, по факту получается 5 на 19. После обеда, значит, я занимаюсь только общественными делами до 6 вечера. Только общественные дела, встречи, обсуждения, что угодно. Но только общественные дела. Потом у меня с 6 часов до 10 вечера, до 9.30, потому что 9.30 я уже готовлюсь к сну. А с 6 до 9.30 это друзья и семья. Бывает обычно пару раз в неделю я с друзьями ужинаю, либо хожу в кино. Все остальное время семья. Все. И у меня все сферы закрыты. Закрыты мои личные, закрыты бизнес, закрыты общественные дела, закрыты друзья, закрыта семья. И весь день, когда ты так формируешь, это так удобно. Я назначаю встречу, ты знаешь, что за встреча. Раз, это общественная встреча, раз, на после обеда. Если, говорит человек, нет, мне надо утром, и это не настолько важная встреча, я говорю, нет, лучше на следующий день. Либо, если, говорит, можно в 6.30? Я говорю, нет, лучше на следующий день. Если по бизнесу, то же самое. Я говорю, нет, давай лучше тогда на следующий день. Я не позволяю авралам менять график, потому что я считаю, что важные дела никогда не бывают срочными. А срочные дела никогда не бывают важными. И в результате что происходит? Из-за того, что я сформировал привычку, привычка, вот я объясню, что такое привычка. Привычка – это такое состояние, при котором тебе комфортнее и легче сделать что-то, чем не сделать. И, например, в какой-то день, если мне скажешь, сегодня ты лежи, отдыхай. Я в 5.30 все равно проснусь и буду в постели ворочаться. Вот для меня дискомфорт, я должен выйти на улицу и ходить или бегать. То есть это привычка уже.